Менше 50 человек работал, когда я пришел сюда устраиваться, и фирма росла на моих глазах. Можно сказать, что я тоже принимал непосредственное участие в развитии. Например, если взять с моего бюро, сейчас у нас 13 человек. Из них только 3 человека, включая меня, это тот состав первоначально, когда я пришел сюда работать. То есть всех сотрудников, можно сказать, я сам набирал. Наше бюро называется Контурзорское бюро Кузова. Чтобы было более понятно, мы делаем пассажирский модуль транспортного средства и делаем облицовки тягового модуля. То есть внешний вид транспортного средства – это работа моего бюро. Кроме внешности, мы еще делаем внутреннюю начинку. Системы, которые отвечают за жизнеобеспечение. Скажем так, это система микроклимата, которая включает отопление, вентиляцию, кондиционер. Также делаем дверную систему, тоже довольно сложная, потому что двери у нас автоматические. Они должны обеспечить безопасность, кроме всего прочего, без мишени оператора. То есть ставим соответствующие датчики противозащемления, противоволочения. Также транспортное средство должно быть красивое. Поэтому мы работаем на основе дизайн-проекта, который представили наши дизайнеры. Перерабатываем, смотрим, какие задумки можно реализовать, какие надо что-то скорректировать. И так рождается транспортное средство, пассажирский модуль в частности. Один из экофестов я вообще отработал, скажем так, кондуктором. Я весь день почти 12 часов откатал в транспорте и сам непосредственно слышал, что люди между собой говорят, как оценивают нашу конструкцию. Также очень много было обратной связи. Просто они потом писали отзывы, кому что нравится. Бесшумные материалы, освещение. Люди заходят, и первый эффект – это вау. У нас, оказывается, говорят, Беларуси могут такое делать. Ну вот, получается, можем. Весь мир переходит на электромобили. Как бы струнный транспорт тут стоит во главе. Мало того, что электроавтомобили, так у нас еще полностью автономные. Также же самое Антоний Эдуардович не раз говорил, что струнный транспорт мы поднимаем вверх, мы освобождаем то, что мы забрали у нашей Земли. Поэтому, да, экология, инновации. Ну и сама глобальная идея низкого, то, что всю индустрию надо выносить в космос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова